Обычно источник власти всего один. Чтобы владеть телестанцией, радиостанцией, газетой или печатать деньги, нужно быть очень особенным. Обычно это монополисты. СМИ работает из центра, который диктует приказы народу. Внизу. Такова система. Информация почти всегда движется только в одном направлении. Так выглядят СМИ. Так они устроены. СМИ сохраняют эту формулу с середины 15 века. А когда возникли радио и телевидение, когда СМИ стали электронными, они стали только эффективнее. Честно говоря, телевидение нас даже отрезвило, потому что общество радио было худшим историческим обществом, самым опасным. Это был Адольф Гитлер в Германии в 30-е, Руанда в начале 90-х и Югославия в 80-е. Типичные примеры общества радио, когда диктатор говорит по радио и даже не видно, что он за злодей. Такое убедит пойти убить соседа. Хвала телевидению, оно хоть немножко нас отрезвило. Радио было очень опасной штукой. В конечном счете, у всех появились компьютеры. И да, компьютеры изначально также доставляли нам информацию сверху. У всех был канал связи, были телевидение и газеты в компьютере. Но компьютеры в придачу были соединены друг с другом. Это и есть интернет. Мы стали связаны между собой. Поэтому медленно, но верно, с 80-х годов люди стали общаться друг с другом, комментируя действия СМИ. Это комментирование росло, росло и росло. Оно стало Википедией, оно стало Гуглом, оно стало Фейсбуком. И еще куча инструментов, которым больше не нужен центр. И в результате эта связь оборвалась. Это нынешний мир. А это мир умерший. Не говорите Ангеле Меркель, она еще не в курсе.